Слава нашему Господу! Собравшись в этом чудном имени нашего Иисуса Христа, кровь которого нас сроднила, и Его светлое воскресенье даровало нам эту живую надежду, живую веру, что в Его имени есть спасение, есть чудное Божье помилование для каждого грешника, приходящего с раскаянием к нему. Пришла спасительная благодать через Иисуса Христа. И как поем в одной псалме, что нам Отец спасение дал даром, 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 да, но за наше спасение оплачена самая высокая цена, потому что святой, чистый, невинный Агнец Божий, претерпевший тягчайшие муки, позорную смерть, проливая невинную кровь, свою жизнь отдал добровольно, чтобы от вечной гибели спасти Тебя и меня явилась Божья спасительная благодать. Мы ее приняли по милости Божьей через веру, но за нами еще остается долг, чтобы эта благодать не казалась напрасно принято нами бодрствовать и молиться. Нас призывает Слово Божье и быть послушными этому Слову, потому что проблема всего рода человеческого от начала началась в недоверии Богу и в послушании Богу оказалось, что человеку легче поверить неправде. И так трудно послушаться Богу, что Бог говорит каждому из нас. Помню такие слова, когда-то приезжали братья, тогда еще меньше было гостей, Давидюки, Джордж, Роза, Павло Ходневич и Павло Ходневич, и пели такие слова, «Згубить богатство погано, згубить здоровье еще гирьше, згубить душу, то згуба така, что больше не завернешь нияк». Где будем вечность проводить, это во многом зависит от нашего поведения, от нашего послушания нашему Господу. Можем независимо от наших стараний потирать наше имущество, независимо от того, хотим ли мы или не хотим, но приходится терять наше здоровье, которое так важно, так ценно, пока мы здесь, на земле. Но если мы не окажемся в числе спасенных, то в этом будет только лично каждый за себя виновен. Поэтому Слово Божье нас призывает предлагать все нашей стране, насколько это возможно с нашей страны, чтобы нам избегать греха, чтобы нам быть послушными Богу, Божьему Слову, потому что тот Бог, который любит нас, как грешников, ненавидит всякий грех и всякий непрощенный грех, который имел место в нашей жизни, он будет препятствием нам войти в это вечное царство, которое Бог приготовил любящим Господа и омытым кровью Его. Давайте вернемся к знакомому месту Священного Писания и посмотрим на историю из жизни народа израильского, в жизни которого происходило то, что для нас осталось примером и величайшим предостережением для нас в нашей жизни и к чему нас Слава Божье призывает. Пьем так сеньга Майжешова усмирожжил второзаконие восьмая глава все заповеди, которые я заповедую вам сегодня старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножались и пошли и завладели землей, которую склятвою обещал Господь Отцам вашим и помни весь путь, которым вел тебе Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет, Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебе манную, которую не знал ни ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом исходящим из уст Господа живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе и рога твоя не пухла вот уже сорок лет и знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего, и так хранить заповеди Господа Бога твоего, уходя путями его и боязнь его, ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница и ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатов и деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо из гор, в которой будешь высекать мед. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе, берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе, когда будешь есть и насыщаться, и построить хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое. Немалая проблема, можно сказать, проблема очень большая, куда в сердце человека проникает гордость, надменность, как здесь выражено, посмотреть, чтобы не надмилось сердце твое, знаем, что гордость является как бы началом всех других согрешений, она была уже в начале самый светлый ангел, ничто иное, как гордость привела его в такое ужасное положение, и при том беда, что эту гордость нам так трудно видеть в себе в себе самом, и так трудно от нее человеку порой бывает освободиться, поэтому Христос всем оставил призыв придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и это то, что цен на очах Божьих, и что может нас сохранить здесь, на земляном пути. Бог проводит нас на земле через различного рода трудности, и только потому, что хочет научить нас смирению, чтобы показать, что мы без Господа ничтожны, ничего не значущее. который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из склы гранитной, питал тебя пустыню манную, которую не знал ли отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятву утвердил отцам твоим, если же ты забудешь Господа Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им, и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога Бога вашего, поэтому да поможет нам Господь, пока мы еще в числе живых на земле помнить о том, что Господь ожидает от нас с великим долгопением нашего послушания Ему, а то, что приходит в жизнь наши трудности это только для того, чтобы мы могли приближаться к нашему Господу, ибо в Нем одном имеем все источники жизни. Гордость заставляет выйти из вашей жизни благодати Божьей. Гордость сделает вас уязвимыми, уязвимыми для нападения врага. Гордость врата и дорога ко всякому злу. Гордость мать всякого греха. Это был первый грех гордость. Гордость должна быть искорнена из жизни Божьих людей. Корень неверности это гордость. Это только некоторые предостережения, которые насколько это опасно для христианина. И поэтому да утвердит Господь сердца наши страхи имени Его, чтобы мы в нашей жизни здесь на земле в наших трудностях, которые переживаем, познавали, что все Господь допускает в нашей жизни для того, чтобы учить нас смирению, чтобы нас отвесть от гордости, как читаем в книге Иова, потому что это ужасно для нас, для нашей вечности. Да поможет Господь нам учиться, учиться, учиться у нашего Господа от Него кротости и смирения на продолжение всей нашей жизни. Аминь.